Проси, что дать тебе. Представь себе, что Бог лично делает тебе такое предложение. Проси, что дать тебе. О чем ты просил? И представь себе, что Бог не говорит, как вам просить. То есть, он не говорит только о духовном, а вот у тебя есть полностью выбор, что желает твое сердце. Без ограничений. О чем бы ты просил Бога? В зависимости от ситуации, в которой человек находится, возможно, скорее всего, он бы просил о том, что ему сейчас в данной ситуации не хватает. Кто-то бы сразу попросил, Господи, хочу больше денег. Но если ты уже предлагаешь, то дай мне денег, чтобы мне не считать уже каждый евро. Хочу что-то купить и без проблем. Кто-то бы просил о здоровье. Если ты понимаешь, что твое здоровье пошитнулось и, может быть, даже кто-то умирает. Возможно, ты бы сказал, Господи, ничего не хочу, не богатство, дай мне здоровье, хочу пожить. А кто-то, кто сильно хочет жениться или выйти замуж, возможно, бы просил о партнере. Господь, вот деньги есть, хочу супруга. И вы, может, удивитесь. И если честно, кто-то скажет, Господи, если можно, можно поменять супруга. Вот просто не могу ужиться. Вот не хочу, понимаю, развестись нехорошо и с таким жить тяжело. Потому что, возможно, и если честно, кто-то бы молился этой молитвой. Кто, у кого нет детей, возможно, тот бы просил, Господи, хочу детей. Дай мне, пожалуйста, детей. А кто сейчас находится в зоне военных действий, возможно, будет молиться, Господи, хочу, чтобы война прекратилась. Мы устали. Столько слез пролито. Это лишь небольшой список возможных просьб, которые можно продлить. И этот список можно до бесконечности продлевать. Я не буду судить и оценивать, какая просьба духовная или недуховная. Я просто хочу сказать, что есть разные просьбы. Но вот смотрите, о чем мы читаем в Царство, значит, Третье Царство, Третья глава, Пятый стих. Бог сделал это предложение Соломону. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, проси, что дать тебе. Здесь нет ограничений от Бога. Прости, что желает твое сердце. Дальше мы читаем. И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И Соломон понимает, что отец его Давид получил много милости от Бога. И Давид ходил в истине и правде. То есть он как сын мог наблюдать и видеть, что отец был честным, справедливым царем, который служил народу. И это он очень четко заметил. Нельзя здесь не заметить сыну, чем занимался отец и чем он интересовался. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок, малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И Соломон признается, что он, во-первых, молод, и что ему нужна помощь. Он признается, что во многом он просто не сведущий. Он не знает, как царствовать, как править народ. Поначалу, в принципе, это правда. Он на самом деле первый раз царь, то есть не в пятый раз. И признать, что я что-то не могу, для этого очень много нужно смирения. Понимаете, обычно человек, когда получает какое-то большое звание, должность, он всегда делает вид, что я смогу, я знаю все. Ее признать, что я не знаю, как это делать. Господь, помоги мне. Если бы наши политики вставали, когда их выбирают, и просили Бога, Боже, не знаю, как руководить страной, городом, помоги. Мы бы сегодня, я думаю, жили в других условиях. Восьмой стих. Вот здесь, кстати, немецкий перевод. Даруй же твоему рабу сердце неразумное, а еще и послушное. Дай мне послушное сердце, или чтобы я мог уразуметь, как хорошо служить народу. Он не просит о том, чтобы Бог изменил людей. Дай мне послушный народ. Вот, чтобы он, вот я сказал, и он последовал. Но смотрите, он просит, чтобы Бог менял его, вразумлял его. Это очень важно, потому что часто мы хотим изменить людей, а не себя. И благоугодно было Господу, что Соломон просил это. Как часто ты и я молимся о том, чтобы дал нам Господь послушное, мудрое сердце, чтобы мы могли служить другим. Как руководителю, может, малых групп, если ты ведешь группу в церкви. Или как дьякону. Или как работодателю, если ты управляешь людьми, и кем-то заведуешь, командуешь. Как часто ты молишься, Господи, дай мне мудрое сердце, чтобы я мог служить людям. Или как пастор, если ты находишься в роли пастора. Или как родитель для детей. Господи, дай мне послушное, мудрое сердце. То есть, разницы нету, в какой роли ты сегодня находишься. Как часто ты и я молимся об этом, чтобы Бог нам дал послушное, мудрое сердце служить людям. Чтобы Бог менял меня лично, не других. Так вот, Соломон об этом молится. Даруй же рабу твоему сердце разумное, или как я уже говорил, послушное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? Служить другим людям. Нужно иметь мудрое сердце. И благоугодно было Господу, что Соломон просил это. Так хочется, чтобы Бог сказал, и благоугодно было Господу, что Саша, Александр, или Славик, или Денис, или как бы тебя ни назвали, просил это. Я желаю тебе этого. Пусть Бог благословит тебя. Пусть Бог благословит тебя.